Ребята, привет! Я думаю, очень часто вам на ютубе попадаются такие видео с заголовками, с превьюшками, где написано заработок в NFT играх от 50 до 100 долларов в день, может там даже до 1000, кто самый такой наглый там пишет на 1000 долларов в день. Смотрите, ребята, я сегодня расскажу всю правду про заработки в NFT играх, поэтому пока не посмотрите данное видео, не начинайте играть, чтобы потом не сказали, почему вы там потеряли деньги и самое главное время свое, почему вы потеряли. Также в этом видео расскажу про аирдроп интересный, кто еще не видел, есть у меня уже видео про него. В данном аирдропе мы с нашей командой такой марафон запустили, хотим выйти на пассивный, пассивный, ребята, заработок, заработок со стейкинга от 100 тысяч рублей в месяц. Так, ребята, поехали! Ребята, смотрите, большинство игр, если вы видите заголовки на YouTube или в других соцсетях, что зарабатывает там 50-100 долларов в день, это вы должны понимать, что тут происходит на самом деле. Во-первых, в большинстве игр, на которых можно зарабатывать, все-таки нужны вложения. Если вы будете играть в игру без вложений, то вы будете очень долго там набирать какой-то уровень, проходить какие-то там, выполнять задания и там, возможно, вы там месяц или два потратите, а к этому времени еще такая может быть проблема, что, например, за это время игра там или там курс упадет данной валюты, или там вообще разработчики там потеряют интерес или вообще ее соскамят, такой есть термин для новичков соскамить, это значит просто забить на проект, закрыть его и все. Можете прийти как-нибудь, если это новая игра и она соскамилась, заходите там в игру или на сайт, ее уже просто нет, даже этого сайта. Это первый риск. То есть вы, если хотите зарабатывать деньги, ну, я вам всегда говорю, зарабатывайте, вкладывайте, инвестируйте только те деньги, которые не боитесь потерять. Это первое, ребята, и самое важное. Теперь насчет, давайте так сконцентрируемся на этих заголовках 50-100 долларов в день. Смотрите, например, я специально в нескольких играх поучаствовал и расскажу свой опыт. Например, игра Герои Империи. Здесь не бесплатный ход, тоже посмотрел там очень много там вот таких вот заголовков, там 50 долларов, там 100 долларов в день, там, в общем, ну, сейчас я вам просто буду рассказывать, как на самом деле это происходит. Во-первых, в данную игру, чтобы зайти играть, нужно купить 5 героев. Когда я заходил, монета стоила там, по-моему, 11 центов, и она постоянно там меняется ее стоимость, вы сами должны понимать, потому что криптовалюта, она волатильна, она то растет, то падает. Это вы должны понимать, не удивляйтесь. Это, опять же, для новичков рассказываю. Купила тогда 5 героев, они стоили, по-моему, около 30 долларов. Вся эта компания, так сказать, 5 героев и по 11 центов. Сейчас эти, ну, если 30 долларов, сейчас не 11 центов, а 4, то есть практически в 3 раза. То есть сейчас они уже стоят, сколько, 10 долларов, да, там, 14-12 долларов. Смотрите, основные заработок в таких играх, это в основном перепродажи каких-то там героев, выполнение каких-то квестов, получение какой-то награды. Здесь это валюта, вот Hero называется, HEM. И, но здесь как бы побочный заработок и такой побочный, наверное, основной заработок в большинстве таких нормальных игр, это все-таки перепродажа там персонажей. Вы их можете там купить, если курс вырастет этой криптовалютой, вы можете на этом заработать, да. Но самое главное, мы же приходим в игры для того, чтобы прокачивать и бесплатно зарабатывать. То есть вы вкладываете свое время, прокачиваете персонажей, получаете там части персонажей или там персонажа целого, и потом какого-нибудь крутого персонажа вы берете и продаете, зарабатываете на этом. Но смотрите, какие нюансы, чтобы вы сразу понимали. Все эти заголовки, которые там 50 долларов в день, там 100 долларов в день, здесь они, потом уже вы когда посмотрите, вы поймете, что здесь они играют, например, ни на одном аккаунте, ни даже на двух. Я, например, смотрел видео, где автор рассказывал, что он зарабатывал 50 долларов в день в этих героях. У него было 5 аккаунтов, и он покупал там крутые персонажи этих компаний, целых 5 персонажей. И он играл, на самом деле, там, ну, поначалу он сказал, что там несколько минут в день, но на самом деле я попробовал, это не несколько минут в день, все равно это несколько часов в день. То есть и при падении, получается, смотрите, он вообще там покупал, когда я смотрел видео, он брал их, по-моему, там что-то такое по 5, даже не по 5, по 11, где-то, нет, по 13, даже нет, по-моему, по 40 центов он брал. То есть он, на самом деле, сколько бы он ни качал, все равно за счет падения данного курса, данного токена, у него, по сути, он не стал зарабатывать 50 долларов в день, он стал терять эти 50 долларов в день. Ну, не 50 долларов пусть будет, сами посчитайте. То есть вы должны понимать, что люди, когда снимают такие видео, там, 50 долларов, там, 100 долларов в день, они просто рассказывают, не договаривают что-то, или там пишут до 50 долларов, чтобы вы там вот за 2 клика, это вы сами понимаете, да, такое, скорее всего, кликбейтное название, но, тем не менее, смотрите, 232 тысячи просмотров. Люди заходят, люди пробуют, закидывают деньги, получают опыт за свои деньги, да, теряют деньги, только после этого уже разбирается, что нет здесь такого халявного заработка. Смотрите, были игры, в которые я заходил, там был, ну, вам важно знать, что такое окупаемость. Вы, например, купили там на 50 долларов этих игроков, или там какие-то земли, или какие-то предметы, там, заходил я в разные игры, где там можно было фармить, какую-то кукурузу выращивать, там, подсолнухи. Была игра, там, даже Sunflowers, там, что-то такое, Фермерс называлась, где окупаемость была, там, буквально, там, чуть ли не сутки или двое. Но, смотрите, к чему приводит, чтобы вы сразу понимали, есть ли быстрая окупаемость в игре, что произошло на примере той игры. То очень много людей стали делать мультиаккаунты, заводить, там, по 10, по 15, по 20 ботов каких-то делать, целые фермы, у кого-то было, там, рекорд, по-моему, около тысячи аккаунтов, и, естественно, просто в игре произошла инфляция. Этих токенов столько назарабатывали, что их начали скидывать, и курс, естественно, полетел, там, в бездну. Даже те люди, которые делали эти фермы, делали, там, кучу аккаунтов, они тоже оказались, там, ну, если они вкладывали деньги в эти разработки, каких-то ботов написания, каких-то сервера брались, и они тоже, там, большинство оказались в минусе. Поэтому смотрите, ребята, основное, что вы должны понимать, средняя окупаемость нормальной игры, такая хорошая окупаемость, это около месяца. То есть если вам пишут, что вы зарабатывать будете, там, 50 долларов в день, умножаем на 30, да, это полторы тысячи в месяц. То есть в бесплатной игре, где нет никаких, там, покупок героев, вы вряд ли столько заработаете, вы даже 50 долларов не заработаете в игре. Если, на самом деле, если кто-то из моих подписчиков посмотрит это видео, зрители, и зарабатывают в этом, обязательно напишите, нашел такую игру. Я не нашел такую игру. То есть смотрите, средняя окупаемость – это месяц, это хорошая игра. Но за это время, смотрите, вы должны инвестировать примерно столько же. Если вы хотите зарабатывать 50 долларов в день, то вы должны купить в среднем, чтобы вы понимали, на полторы тысячи долларов каких-то игровых предметов. И тогда вы за месяц только, возможно, отобьетесь. Если курс пойдет вниз, то вы еще окажетесь в нуле. То есть смотрите, сразу, чтобы вы понимали, это как и в бизнесе любом. Если вы вкладываете деньги, то вы должны быть готовы потерять. Поэтому я и рассказываю своим подписчикам, новичкам, начинающим в криптовалюте, что на самом деле вам проще начать зарабатывать именно на бесплатных раздачах, о которых я рассказываю в своем телеграм-канале. Смотрите, кто еще не подписан, подписывайтесь. Здесь, опять же, буквально на днях я… Здесь и НФТ-раздачи модные сейчас. Про НФТ я там подробно сниму отдельное видео. Там очень интересный сейчас такой тренд. Я считаю, что это тот же самый тренд, как и был когда-то, когда биткоин раздавали на халяву, эфириум раздавали, по 300 эфириум раздавали. Я помню, биткоин, если кто знает, что такое капча, раздавали по 50 биткоинов за разгадывание капча. Это был вообще трешак, люди не хотели его брать. Сейчас с НФТ-шками то же самое. Залетаем в бесплатные раздачи. Вот у меня там на канале в Телеграм тоже есть эти бесплатные раздачи. Вот несколько бесплатных раздач по НФТ. Я их получил абсолютно бесплатно. Сейчас их можно продать от нескольких долларов до нескольких десятков долларов. Но я сейчас не продаю их. Я их собираю, коплю. Некоторые, например, коты можно будет использовать дальше для стейкинга. Криптовалюты отправлять. Они будут зарабатывать. Майнинг так называемый. Приложение скоро упускается. Некоторые будут использоваться в каких-то играх. Некоторые будут для получения каких-то там плюшек. Опять же, ну и плюс стоимость их постоянно растет. Не все они, естественно, вырастут. Не все там будут что-то давать. Но, сами понимаете, даже если один из них выстрелит хорошо, как тот же биткоин или какие-то криптовалюты, вы сами понимаете, что вы окупитесь. Те же ваши вложения, смотрите, не денежные, не денежные. Вы не потеряете ни копейки. Вы вложили сюда время свое, там, 2-3-5 минут в день. Как там, сколько вы можете уделять? Опять же, чем больше будете уделять времени, тем больше у вас будет выхлоп в деньгах. Поэтому, ребята, кто еще не подписан на мой канал YouTube, естественно, подписывайтесь. В Telegram канал тоже подписывайтесь. Здесь также мы, вот в прошлом видео, очень подробно я разобрал раздачу Airdrop от децентрализованного мессенджера DEM. Здесь у нас марафон, то, о чем я рассказывал. Наша команда хочет выйти на то, чтобы зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц. Я подробно все рассказал в видео. Не буду здесь, так сказать, заострять внимание. Там простейшее задание. За это, опять же, без вложений вы получаете криптовалюту. Перспективного мессенджера – это все равно, что, я думаю, никто из вас бы не отказался от того, чтобы купить там акции Теслы, Apple, Твиттера, в самом начале, когда они только начинали. Ну, а здесь еще децентрализованный мессенджер. Это такой тренд. Web 3.0, я думаю, все слышали. Здесь монету они раздают вообще абсолютно бесплатно. За регистрацию есть десятиуровневая партнерская программа. Я рассказываю, как можно на ней заработать. Есть лотерея, там каждый день разыгрываются монетки. То есть, если сюда не залететь, я не знаю, тогда еще более перспективного Airdropа раздачи, бесплатной раздачи я еще не видел. Поэтому не буду затягивать. Ссылка будет вверху, ссылка будет под видео. Ссылка будет в моем Телеграм-канале. Заходите, зарабатывайте. Пишите мне, я буду добавлять вас в закрытый чат, где мы рассматриваем разные стратегии заработка, разные темы. Те, которые на YouTube-канале, ну, времени нет и желания рассматривать. Потому что, если будут все это применять, естественно, как бы вы сами понимаете, к чему это приведет. Итак, ребятки, напоминаю, на днях будет розыгрыш криптовалюты от меня. Скоро там наберется уже 50, основное условие, 50 лайков, 50 комментариев. И поэтому тоже, если хотите участвовать, пишите комментарии под видео, поставьте лайк, подпишитесь на Телеграм-канал, на YouTube-канал. И на днях, как только наберется, будем разыгрывать дополнительно еще и крипту. Поэтому, ребята, все. На этом все, друзья. Был рад вас всех видеть, слышать. До новых встреч.